здравствуйте вы знаете из передачи разрушители мифов я хотела бы разрушить ваши мифы в английском то есть самые популярные заблуждения истинная нотировка изучения английского то есть прямо скажите хочу учить или не хочу хотите тогда работайте знаете любят гнать на заградотряды штраф басни или все такое но победу выбили так же самое в языке возьмите и похвастайтесь всем своим знакомым что вы учите английский за полгода они вам скажут если вы не выучите что вы балабол из горя вы выучите язык это звучит дико но вы же за свои слова отвечаете вам ваша репутация важна то есть учите в таком плане а язык за определенный строк а в мире лохотронов есть такой вариант 25 кадр английский за два месяца это фуфло это не работает а есть много книжек английский за месяц за месяц не тоже не бывает ну сказки мы любим верить то есть есть книжка английский за три с половиной дня вы хоть понимаете куда это клонится дальше английский за день а особый хит английский за час это мифы такого нету а по времени скажу так три месяца чтобы говорить шесть месяцев чтобы говорить свободно а мне нужен только разговорный язык это многие люди им лень учить грамматику то есть они просто берут и говорят давайте простые фразы чтобы я могла поддержать разговор а не надо меня особо грузить топить за произношение вообще и так далее если человек сачок так это надолго холтуры не бывает вот на основной работе сколько работаете 8 часов правильно а если делать и карьеру и даже 10 над языком надо работать 5 часов в неделю а это не значит одним заходом берите план на неделю сегодня час завтра два потом перенесли но всегда если захалтурили надо отрабатывать вода кипит при 100 градусах если вы учили английский серьезно напрягались а два месяца потом опа какая-то ситуация вы перестали учить то есть вы дошли до 95 градусов вот уже вот язык рядом потеряли желание свалились и вот так вот пять раз а я видела клиенты некоторые три месяца интенсивно учит английский вот посмотрите цифры а два раза в день по часу с репетитором еще выполнять домашние задания это три месяца какой штурм а потом выгорело то есть переработала и перестала учить а язык надо учить в кайф вот найдите в английском языке то что вам приятно рекомендую попкорны и какие-то фильмы а теперь следующая нет способности к языку знаете вам накаркали если человеку сказать 33 раза ты свинья на 34 он хрюкнет способности есть вы по-русски говорите говорите анекдоты знаете пословицы переговорки шутки припоутки вы лишь собеседник важно вам запрели что вы что вас уважают и в таком плане выучите один язык знаете второй куда проще а вот возьмем снг сколько людей знают много языков ну второй язык помимо русского да огромное количество не надо стесняться а у многих русских какой-то зажим не бойтесь вам не дадут высшую меру если вы неправильно поставите грамматику а расслабьтесь и говорите смотрите я иностранец я вижу вы русский человек а говорить по-английски вы проявляете ко мне уважение к моей культуре особенно ценится когда вы знаете сленги или идиомы то есть скажу-ка фразу а ю хай а дословно в смысле ты вот ты почерпал то есть когда собеседник говорит явно не к теме вы ему скажете а ю хай вот оцените реакцию как его передернет или можно сказать человеку а ю лис бонус ты ленивые кости в смысле ты очень ленивый золотой фон языка это пословица знаете пословица знаете язык а нету неспособных людей к языку есть учителя которые чайники и которые злые а я видела такую картину учительница бьет детей на уроке английского это все тупые вам всем едано и так далее и ей еще платят зарплату что не слышали таких историй валом таких насчет меня я студентов не бью я студентов учил что еще языковая среда многие люди считают что надо поехать на мальту а в лондон а смотрите в лондон это две тысячи фунтов не меньше то есть 4 5 тысяч долларов а насчет мальты а вы просто позагораете на солнышке но ничего не научитесь а на курсах на мальте там берут людей разных национальностей запасовали то есть там 5 арабов а вот 5 людей с снг два человека с израиля такие группы это не обучение это скорее пионерский лагерь в стиле артека там не учат или насчет среды а возьмем наших соотечественников которые живут в израиле лет десять двадцать минут скажите все ли выучили еврит нет а а или вот в америку а на брайтон бич есть люди которые нахватались тысячи слов то есть стоять у прилавка и продавать базовые товары но умного английского не выучили лучший вариант ильяз вот покажите мне выпускника ильяза который не знает английский почему потому что в ильязе гоняют за язык по черным стиле а сдать сколько сессий по английскому то мозги плавятся но язык выучиваются вообще я считаю так чтобы выучить английский язык надо промыть мозги английскими на полном серьезе плюс а вы можете создать дома себе языковую среду учебную то есть включаете голос америка надо чтобы у вас а лично что подбудлила по английски посмотрите по русски круто собеседник хочет обувь нить мурчит но у вас же остается впечатление после этого а есть метод тещи то есть включаете английскую аудиозапись и слушаете 10 раз да 10 раз а это теща говорит взять взять давай делать ремонт человек не хочет теща пилит ему мозг и он делает ремонт также самое с языком и напоследок я не ребенок не уже поздно слушайте а не надо сам унижать себя вы умный человек это я вам говорю прямым текстом тупой тот учитель который вас не научил я английский знаю и вас научу потому что я верю вас говорят надо сделать хорошую карму на добрых поступок мой добрый поступок что я научу вас английскому и напоследок я репетитор по скайпу smart teacher 197 беру с вас выучить английском я это сделаю а мы не к скайпе smart teacher 197 любому желающему дам урок бесплатно цена последующих занятий 300 рублей всего наилучшего гуд бай а 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